Ну вот и прогноз, и молодец, и на 60. Добрый вечер, это мать. Пасхарь, класс, когда пипы, пузыка, но среди них пять. Вот и другая правда. Так трогайся, я просто. Каждый видит то, что хочет видеть. А какие же артисты, певцы, известные ведущие на самом деле? Они сами рассказывали об этом в проекте «Моя правда». Даже самая невинная ложь может привести к трагедии. Герои передачи раскрывают все тайны своей звездной жизни. Какие они вне сцены, без грима и в свете домашнего торшера. Выходной со звездой, а тех, кого мы привыкли видеть, совсем в другой обстановке. Чем живут, что едят, кого любят, о ком заботятся. Один день с популярными исполнителями, актерами, ведущими, артистами. Поглядеть за звездами в неформальной обстановке – такую уникальную возможность давала зрителям КТК. Программа «Выходной со звездой». У этих артистов всегда было много поклонников. А с появлением в социальных сетях стало еще больше. И вот сегодня, в свой выходной, праздничный день, солистка-дуэта-мюзиколог Карина Абдулина пришла на встречу с одним из таких поклонников. Вино в вокалах с ароматом музыкального вокала Унесли меня куда-то ввысь мечты, Восхищали все твои черты, Все мысли мои занял ты. Оксаночка, проходите, пожалуйста. Первый раз у вас в гостях. И сразу видно, что это квартира музыканта, гитариста. На потолке гитара. Вот я смотрю, там коллекция гитар, да? Кстати, Оксана, Булат почти что все здесь придумывал сам. Ну, не все, конечно, но со своим другом Леней Леонид. Прекрасный такой архитектор, дизайнер. Мы с ним как-то... Ну, я точно могу сказать, что эту гитару Булат придумал сам. Это точно, да. Я попросил, говорю, Лень, слушай. Я ему дал прям гитару фирменную, ну, хорошую. И говорю, вот посмотри там это и сделай, чтобы она в масштабе была, сохранила форму. И вот он мне точно рассчитал, что если бы гитара вообще была бы такой большой, то она бы была бы как бы в этих размерах. Ну, и заодно, вот, кстати, эффективно придумал, чтобы и заодно использовать как свет в доме. А струны вот эти? Ой, господи, струны, струны, это вообще, я не знаю, как я эти струны подбирал. Не мог найти вот длинные такие струны. Ну, в общем, кое-как мы тут по городу поездили и нашли, есть такие магазины, где вот всякие дизайнерские штучки есть там, ну, какие-то нити там и все. Я вот там каким-то образом отыскал и подвесил. Ну, вот единственное, звук они не издают, но я их так внутри слышу. Я уже думал о том, как наши раньше взять из нашего эпоса, ну, если бы кишки бы натянуть, как на колбыс дотягивали, может быть, тогда бы и звук был бы хороший. Ну, это дело будущего, посмотрим. Ну, это вот мы с Кариной как гастролируем где-то или просто ездим на отдых куда-то за рубеж. Это все вот мы привезли. Здесь вот кара одна ездила, мне из Чехословакии привезла, да, вот? Я снималась в кино как раз в Праге, несколько месяцев жила. И вот тот гитарист, он, который стоит посерединке, точнее, он сидит с гитарой, да. Он стеклянный, он вылет из чешского стекла. Да, да, да. Из чешского стекла, да. Из Австралии там ездить, из Америки. А вот, видите, гитарист с певицей, это межикола дуэт. Мы вообще объездили очень много стран. Оксаночка, вы видите, везде гитары у меня. Да, 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 и там везде гитара. Я, конечно, прошу прощения, не знаю вашего супруга, но пользуясь случаем, я хотел бы подарить вот такую гитарку, брелок. Это я из Италии, по-моему, привез, не помню. Ой, прошу, спасибо. Можно передать? Очень трудно, спасибо. Давай вот сюда немножко пройдем, Оксана? Да, давай. Вот посмотри, здесь вот арка, вот такую арку я придумал. Ну вот, ты как ее видишь? Вот, у меня вообще, правда, мало бывает гостей в доме, но кто не приходит, кто с первого раза не узнает, что это такое. Гитара? Нет, это не гитара. Это, ну ладно, открою тебе тайну, это женские ножки. Вот, посмотри. Точно, точно, точно. Я как-то в гримерной мы переодевались, и Карина как-то встала в такую позу, и я посмотрел, так думаю, господи, как красиво. Вот что вдохновляет. И думаю, дай себе тоже арку такую сделаю. И вот, в общем, оттуда я и подсмотрел. Как, ну, женщина, женский праздник, вот слышать, что мы вас вдохновляем. Ну, куда ни крути, ну что нам, мужикам? Все-таки что нас вдохновляет? Красота, обаяние, да, и ножки как части. Ну, не забудь о Калинине, но не Калинине. Да. Ну, вот такой вы женский поклонник, женский угодник, ценитель женских ножек, женской красоты. Почему до сих пор не женатый? Вы знаете, я вот все время в поиске, в каком-то поиске таком, и до сих пор как-то еще не определился. Но вот у меня есть мечта, я, наверное, все-таки обращусь, может быть, Оксаночка к вам, или Кайгуль Бабаевой, чтобы меня пригласили. Она же на вашем канале передача. Да, да, конечно. Давай поженимся. Возьмите меня, женщины. Я готов. Обязательно мы вам найдем невесту. Найдете? Точно? Да. Жударно, наверное, на программу приходить. Ну, это вы сейчас, Оксаночка. Сейчас посмотрят эту программу, и Шквал 2. Дорогие телезрители, я говорил, что это сотрут. Проверим. Нет. Единственное, что я могу сказать, я очень люблю вас, дорогие дамы, и хочу сегодня, в такой день, поздравить и оставить в ваших душах надежду на то, что я когда-нибудь стану вашим. Берите меня. Вы знаете, что, дорогие телезрители, да? Но вы должны учитывать такой момент, что желающим женщинам стать супругой Булата придется все-таки проходить через мою строгую. Мы работаем вместе уже очень много лет. Тяжело будет. Да, и у нас так жизнь все равно складывается, что мы практически каждый день видимся, да? Абсолютно. Какой же не это понравилось? Мы только вот, кстати, прилетели из Астаны. Ну, вот я только что сказала, что сейчас после этой программы будет шквал звонков, и вы вот, Карина, взяли и все испортили. Ну, отпугнули какую-то часть. Ничего, девчонки, давайте рассматривайте меня. Ну, хорошо, покажите тебе наоборот. Чай умеет заваривать. Да, вот способный, как муж. Сегодня, Оксаночка, для вас и для Кариночки я предлагаю попить казахского чая. Хотя у меня есть там китайский чай, зеленый, всякие там фруктовые, но я все-таки люблю поклонник традиционного чая. И вообще, может быть, я где-то в душе и консерватор, это и отражается в моей музыке, наверное. Я люблю все, что было реальное, точное. Если написано так, то никак по-иному, и все вот в таком стиле. Так, девочки, а сейчас чайку. Чайку. Ходят слухи, что у Карины очень непростой характер. И как вот вы? Ну, если бы у нее был бы простой характер, я думаю, тогда бы она была похожа на простых людей. Она же непростая, извините. Вы слышали о себе такое, Карина? Вы знаете, я уже давно не слушаю то, что говорят обо мне, поскольку говорят настолько много и настолько часто, что если всему этому придавать значение, можно сойти с ума. Я лишь считаю, что чем больше слуха входит об артисте, тем больше это свидетельствует о высоком уровне его популярности. Ну, артист, вы же понимаете, какая наша жизнь. Всегда найдутся люди, которые захотят что-то там найти, скажем, отрицательное в человеке и так далее. И вот им не нравится, они как бы начинают придираться, слыша великолепный голос. Да, я вообще считаю, для меня она вообще любимая певица. Не только певица, а вообще музыкант. Я считаю ее просто музыкантом. И как бы наше, как бы, суждение вообще о всем, что сегодня мы называем шоу-бизнесом, мы с ней особенно к этому относимся. Мы не рассуждаем, как другие музыканты. Мы не смотрим на эту тему, как другие музыканты. У нас есть особое свое мнение. Мы идем по жизни вдвоем и делаем все так, как считаем. И делаем все вдвоем. И гонорары все делим пополам. И, возможно, поэтому мы ни разу не ссорились. И радость, и горе. Да, и радость, и горе мы делим пополам. 20 лет вы вместе, у вас всегда есть поклонники. Это вот на чем основано? Может быть, как раз на том, о чем вот была тоже упомянуть, что вы настоящий музыкант, у вас музыкальное образование. Ну, образование – это тоже еще не все. Дело в том, что нужно иметь призвание, и, наверное, чтобы все-таки как-то звезды на небе удачно сошлись. Потому что далеко не каждый образованный музыкант наделен таким счастьем жить своим любимым делом и при этом еще дарить радость людям. Это большое счастье, которое выпало на нашу долю, и мы этим очень дорожим. Потому что заниматься любимым делом и существовать за этот счет этим может похвастаться далеко не каждый, даже высокообразованный музыкант. Ну, кстати, по поводу существования, опять же, вот я очень тоже слышала много, что Карине квартиру поклонник подарил, машину поклонник подарил. Было бы неплохо. Было бы здорово. Вот сегодня на основе мата поклонник подарил мне вот этот совершенно замечательный букет. Я очень радуюсь, потому что, честно признаться, мужчины в жизни мне практически ничего не дарили. Может быть, потому что практически все, что я хочу… Дарил Булат. Да, мне либо дарил Булат… Квартиру Булат подарил. Либо я могу себе купить сама. Да. Вот в чем дело. Ты квартиру Булат подарил? Да ну что вы? Откуда у меня такие деньги? Кто ничего не дарил, все было заработано кровью и потом. Мы не прибедняемся. Мы люди самодостаточные. Более того, я добавлю к этому, что мы никогда не можем с Карой пропасть. Что бы ни случилось на этой земле, да. Тем более в сегодняшнее время, раз уж разговор на эту тему пошел. Почему? Объясню. Потому что такие музыканты, как Карина, например, ну и, так сказать, ваш покорный слуга, мы обладаем не только впрямую там она вокалом, петь и все такое. Она пишет песни. Она написала гимн МЧС России. Она написала там более десятка песен для российских звезд. Для такой пиццы, как Зара, да. Алла Борисовна прекрасно знает, какие песни пишет Кара. Наташа Королева написали. Наташа Королева и многие другие, да. Я там работал со всеми звездами, какие только были в мое время. Это в Москве. В Москве, да. Многие проработали. Я проработал 17 лет в этом городе. Карина, а в вами? 10 лет. 10 лет, значит, с Кариной. Ну, вы среди этих 17. Вот. Ездил по всем практически студиям, был сессионным музыкантом, записал море альбомов со многими певцами и певицами. Ну, поделись секретом, когда-то мы с Кариной писали джинглы. Мы практически эти джинглы, вы понимаете, да, что такое, которые крутятся на радио, там, для компаний. Рекламные. Рекламные ролики. Записали более, там, 30 рекламных роликов в видео, да. То есть, если вас интересует каким образом. То есть, я говорю о тех параллельных специальностях, о чем мы еще думаем и думали. Вот так зарабатываются деньги. А почему в Москве не остались, вот как о студию? Так же мы в Москву прошли с Кариной, и прошли, я считаю, очень удачно. Начало было положено на ее конкурсе, значит, «Утренняя звезда», где она взяла гран-при, и после нее, и до нее, и после нее никто так и не взял на этом конкурсе. Из казахстанских, я имею в виду, певиц. Поэтому предисловие нашего успеха достаточно большое. И после этого мы сразу получили контракт Universal Music, компанией, с которой проработали 4 более даже лет, которая нас уже потом отправляла в Америку на конкурсы, где тоже мы первое место как мюзиколы. Мы взяли первое место на конкурсе среди 16 стран мира. Это было еще в 96-м году. Но, кстати, выступали мы за Казахстан. Не знаю, потому что нас россияне отправляли туда. Ну, вы знаете, я считаю, не знаю, мне кажется, Кара тоже, поскольку мы все-таки вместе. Вот есть такая пословица хорошая, где родился, там и пригодился. Самое высшее счастье. Я думаю, что... Сгодися там, где родился. Вот честно скажу, где только не было. Я в прошлом году в Америке там торчал, где один месяц, да, всю Европу объездил, все, с музыкантом. У меня по всему миру, друзей, много музыкантов. Я и приезжаю к ним. Ну, проходит неделя-полторы, я начинаю. Кара, давай домой. Кара, давай сюда. В Алма-Ату. Да, но это на самом деле, вот не знаю что, наверное, может, как казах. Я уже не знаю, почему меня именно казахская земля к своей родной тянет. Кара, давай сюда. Основной моей жизнью является моя жизнь в творчестве. Потому что если бы я была домохозяйкой, то я уже, наверное, бы сошла с ума. От скуки, от серости вот этих будней. Несмотря на то, что я прекрасно готовлю. Булат, наверное, подтвердит. Он часто бывает в костях у меня. Думаю, у меня... Коронных блюд у меня нет, я готовлю все, готовлю хорошо. Мне перчики нравятся. Перчики, пироги, пеку, я все делаю. Ну, правда, в последнее время уже редко, поскольку времени недостаточно. Но я умею делать все. Я и ремонт, если надо, сделаю, и дома у меня чистота идеальная. Но если нет концертов, если нет творчества, все это перестает иметь для меня смысл. Это невообразимо скучно, и я не стесняюсь об этом говорить. Субтитры подогнал «Симон» Скажи, пожалуйста, как ты сейчас без Булата? Тяжело. Я чувствую себя разрезанной пополам, как будто от меня отсекли половину меня и закопали в землю. Это очень непросто. Это, наверное, были самые страшные часы в моей жизни. И можете себе представить, мы были с Булатом неразлучны 24 года. И практически каждый день мы виделись. Не было такого дня, когда мы не созванивались. Мы созванивались по 20, а то и больше раз в день. У нас не было друг от друга секретов. Мы были как одно целое. Один механизм, даже, я бы сказала, один организм. Мы были самым близким в жизни человеком, и наши отношения выходили за грани родственных, дружеских и супружеских. Дорогие друзья, настоящего артиста, большого артиста, выдающегося музыканта, принято провожать аплодисментами. Я прошу вас всех встать и проводить Булатом. Спасибо вам за то, что вы встали. 7 мая 2016 года. Как гром среди ясного неба, Булата больше нет в живых. Она долго не могла поверить, что это правда. Ведь буквально час назад она видела его живым и лично привезла его в больницу, проводив до палаты. До своего 60-летия Булат Сыздыков не дожил чуть больше месяца. Юбилей планировал отметить большим концертом. Чтобы обговорить детали, накануне он вылетел в Астану на встречу в Министерство культуры. Вернувшись, почувствовал головокружение и недомогание. Сесть за руль самостоятельно он уже не мог. Оставив машину в аэропорту, поехал домой на такси. Утром 7 мая, часов 11, он позвонил мне и говорит, ты знаешь, мне по-прежнему плохо. У меня очень сильно кружится голова. Я не смогу поехать в аэропорт за машиной. Могла бы ты забрать машину в аэропорту? Я сказала, Булат, я заберу машину, но для меня сейчас важнее твое состояние. Давай-ка, вызывай скорую. Ну, вы знаете, мужчин. Нет, никакую скорую я вызывать не буду. Я сейчас выпью таблетку от головной боли, и все пройдет. Вместо аэропорта Карина мчится к Булату домой. Открыв дверь своим ключом, видит его лежащим в кровати. Она понимает, медлить нельзя ни минуты. И даже не вызывая скорую, везет его в больницу сама. Он зашел в больницу на своих ногах. Шел чуть-чуть впереди меня. Врач держал его под руку, поскольку у него окружилась голова. Ему трудно было идти. А я в машине что-то доставала. Он лег на кровать, ему поставили капельницу, и я увидела, как он уснул с улыбкой на лице. Меня попросили привезти кое-какие вещи. И я спокойно уехала оттуда, поехала в аэропорт, забрала машину, как он просил. И все же Карину не покидали тревожные чувства. Ведь точно такое же ощущение холодного дыхания смерти она уже испытывала не раз. Я и мамину смерть так предчувствовала, и папину. И вот Булата оказалась права. Наверное, часа через полтора после того момента, как я привезла его в больницу, позвонили и сказали, что его больше нет. Произошел такой момент, я его очень четко помню. Когда Булат заходил в приемный покой, его под руку поддерживал доктор, а я доставала кое-какие вещи из машины, и я посмотрела ему вслед. Он шел спиной ко мне, заходил в больницу. И в этот день, 7 мая, стояла прекрасная погода. Было голубое небо, ярко светило солнце, и он так посмотрел вверх на небо, будто прощаясь с ним. И в этот момент я четко поняла, что он уходит навсегда. Я не знаю, что это было за чувство. Причиной смерти Булата Сыздекова стал оторвавшийся тромб. Шансов спасти его у врачей не было. Он скончался мгновенно. Если мюзиколы – это дуэт, то на сегодняшний день мюзиколы не существует. Мюзикола просуществовала без малого четверть века, и нас разлучила смерть. Но музыка – она вечна. Когда я лишилась Булата, я поняла, что я лишилась половины себя. И когда я поняла, что если я лишу себя музыки, то я лишу себя всецел. Поэтому я приняла решение не оставлять сцену. Я продолжаю петь, сочинять, выступать, гастролировать. И, как показало время, недолгое время, всего лишь несколько месяцев прошло с этих трагических событий, время показало, что мне это было необходимо, как воздух. Этот клип, на первый взгляд, ничем не примечателен. Обычный ремикс на уже известную песню. Но именно он навсегда войдет в историю группы мюзикола. Спустя месяц после его создания Булат умрет. А видео станет последним в существовании дуэта. Слухов и сплетен по поводу отношений между Булатом и Кариной ходило немало. Всегда неразлучны и, кажется, счастливы вместе. Многие считали, что солистов группы мюзикола связывают не только музыкальные узы. И даже свадьба Карины с молодым привлекательным бизнесменом Низамим Амедовым в 2007-м казалась ничем иным, как продуманным пиар-ходом. Низамия прожили 7 лет. 7 счастливых, прекрасных лет. Он замечательный человек, он очень порядочный мужчина. За это время мы стали друг другу родными. Мы настоящие друзья. И, несмотря на то, что 4 года назад мы перестали быть парой, мы сохранили свои дружеские отношения. О личной жизни Карины Абдулиной всегда было известно немного. После 7 лет брака с Низами, владельцем крупного звукозаписывающего холдинга, Карина подает на развод. А еще спустя 3 года поклонники узнают неожиданную новость – Абдулина родила. Мальчик появился на свет в одной из частных алматинских клиник. Первым поздравил счастливую маму Булат Сыздыков. А спустя несколько дней в Фейсбуке появились и первые снимки на фоне роддома Карина, Малыш и Булат Сыздыков. Больше сомнений об отце ребенка ни у кого не возникало. Был мне самым близким к жизни человеком, и наши отношения выходили за грани родственных, дружеских и супружеских. Они были уникальными. Не каждому человеку дано это понять. Что касается моей личной жизни, то личная жизнь у меня была всегда своя, у Булата была своя личная жизнь, и мы с ним были исключительно друзьями и коллегами. Он горой за меня стоял, он стал мне опорой, да он всегда был мне опорой. И знаешь, Леша, когда Булата не встала, выяснилась одна совершенно удивительная вещь. Он оставил для Альберта прекрасный дом на горе. И, оставляя этот дом, оказывается, он сказал, пусть он знает, что был у нас сети дядька, который безумно его любил. Потому что у Альберта глаза Кары, а Кары – это я. Я прошу прощения, не смогла я сажаться. Давайте, осталось. Я не могу просто. На самом деле, на самом деле, для меня это такая страшная потеря. Если бы не ребенок, мне не было бы дальше интереса жить. Ты знаешь, Леша, я живу, как, наверное, большинство женщин. Не я одна такая. Да, я одна воспитываю сына. Я сама готовлю, я сама стираю, я сама глажу, я сама навожу порядок в доме, я сама езжу за продуктами, таскаю на себе тяжести. Я сама вожу машину, я сама езжу в сервис, когда машине требуется ремонт. И еще много-много чего я делаю сама. А самое главное, что я сама себя содержу и обеспечиваю. Я убиваться не буду, грустью в одежду губя. Порой, да, бывает тяжело. Особенно в моменты, когда малыш болеет, а дети, как ты знаешь, они частенько побаливают. И вот когда он часто плачет, и ночами приходится не спать. Наступают, конечно, моменты отчаяния, наступают моменты грусти. Особенно, когда я понимаю, что самых близких людей уже нет рядом. Это мама, это папа, это, конечно же, Булат, которого мне не заменит никто. Бывает очень тяжело. Карина признается, что сейчас лишь маленький Альберт. И чувства огромной ответственности перед ним заставляют идти вперед. Идти, гордо подняв голову и сжав волю в кулак. И подаваться отчаянию и вновь отгонять одиночество, которое будто злой рок. Преследует ее. Девочка в плотице белом грустною быть неумела, а теперь ты одна. И это только первые 30 лет. Мы благодарны каждому телезрителю за то, что вы с нами. Мы делаем общую историю. Не переключайтесь. Смотрите КТК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова